Издательство «Манн Иванов и Фербер» представляет видеоверсию этой книги. Однако она не будет совпадать с книгой в самой первой части, во вступлении. Почему? Потому что вступление к книге оказалось достаточно длинным. Мне нужно было и сказать благодарности, и объяснить сам факт появления книги на свет. Когда читаешь книгу, можно что-то пролеснуть, что-то пробежать глазами. Когда слушаешь, этого сделать невозможно. Поэтому разрешите мне просто коротко пересказать вам вступление. Скажу три вещи. Первое. У меня уже много книг на эту тему. Есть книга «Я говорю, меня слушают». Есть книга «Вам слово выступления без волнения». Есть книга «Правила делового общения». И эти книги издаются, переиздаются, читаются. Зачем нужна еще одна новая книга? Была идея сделать именно книгу «Тренажер». Потому что я знаю, что на тренингах люди больше всего интересуются разбором полетов, комментариями по поводу собственных выступлений. Мне нужны были для этого люди. Я организовала группу на Фейсбуке. Назвали мы ее «Салой Кичижан. Гений общения». Туда посыпались видео. Я могла их разобрать. И тогда у вас у всех появляется возможность учиться, если не на своих, то на чужих ошибках. Поэтому эта книга принципиально новая. Она в некотором смысле интерактивная. Поэтому я ее и написала, несмотря на то, что уже много раз высказывалась на эту тему, в том числе и в книгах. Второе, что хочется сказать, это то, что я верю, что можно обучиться даже через книгу, без тренинга. Можно обучиться. Во-первых, такие люди есть. И ко мне подходили люди, которые хорошо выступали, говорили, что им помогли мои учебники. Не только мои. Есть много авторов, хороших учебников. Много. И зарубежных, и наших. Но главное, что объединяет этих людей, это то, что они были активными. Они выполняли задания. В книге «Я говорю, меня слушают» после каждой главы есть задания. Я думаю, 5% людей, не больше, их выполняют. В этой книге, книге-тренажере, изначально, когда вы ее покупаете, уже, я надеюсь, у вас появляется желание участвовать. Ну, раз тренажер, значит тренажер, значит надо участвовать. Участвовать и выполнять задания. Я очень на это рассчитываю. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Если вы будете каждое задание делать тоже вместе с нами, вам гораздо интереснее будет слушать «Разбор полетов». Ну и, наконец, третье. Я очень благодарна нескольким людям, без которых этой книги не было бы. И хочу, чтобы вы тоже услышали эти имена. Алла Кичиджан, продюсер социальных сетей, которая организовала группу «Гений общения» на Фейсбуке. И Светлана Иконикова, которая стала литературным редактором всех текстов. И моих, и чужих. И сделала это блестяще. Она журналист и блогер, и, кстати, одна из героинь, одна из участниц нашей группы. Ну вот, собственно, и все. Все вступление. Впереди 10 уроков. Это недолго. Если вы будете делать упражнения, я точно скажу, что это будет, ну, как минимум, полезно для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!